Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях эксперт первой категории отдела развития человеческого капитала Палаты предпринимателей Южно-Казахстанской области Донара Саранова. Здравствуйте, Донара. Здравствуйте. Очень рада видеть вас сегодня в нашей студии, такая яркая, солнечная девушка с улыбкой, вот несете такой позитив. Донара, тема нашей с вами сегодняшней беседы, это подготовка кадров. Тема достаточно актуальная и очень интересная, на мой взгляд, потому что ежегодно в Южно-Казахстанской области, да и в Казахстане в целом, выпускаются тысячи молодых специалистов, которые потом не могут по каким-то причинам найти себе работу, не могут вот найти себя в той деятельности, в которой они хотят. Вот скажите, насколько сейчас остро стоит подготовка кадров вообще? Действительно, я с вами полностью соглашусь, мы над этим работаем как Палаты предприниматели. Именно подготовка кадров это основа любого бизнеса, любой деятельности, потому что кадры решают многое, кадры решают все. И поэтому мы работаем в данном направлении непосредственно, то есть это развиваем первое, это профориентацию в школах, чтобы именно каждый ребенок, школьник, да, уже осознавал, кем он хочет быть. Именно шел не потому, что ему сказали, что это престижно, да, а потому что он это умеет делать, и это будет завтра актуально. Например, ведется очень интересная и работа именно со школами, с колледжами, с университетами, именно по подготовке. Что мы объясняем, мы проводим разную профориентацию, то есть это обучение, тренинги, встречи с успешными бизнесменами в разных отраслях, делаем экскурсии. А также запустили, вот с сентября будет новый этап, также это руководство, шефство над школами. То есть любой бизнесмен может взять под свое руководство любую школу, то есть курировать, делать совместные проекты, совместные мероприятия, участвовать и проводить беседу со школьниками. Это одно из направлений. Второе, конечно, это подготовка кадров, это непосредственно проект дорожный гард дуального обучения. Именно образование в сфере, когда бизнес непосредственно входит и участвует в процессе образования, как наставник, как, получается, входит состав совета, где может его слово имеет вес. И получается, благодаря данному проекту, именно обучению, 40% на 60%, то есть что происходит? 40% студента, он обучается, получает именно теоретические знания и 60% на практике, ну на производстве. Для чего это сделано? Проект был запущен в 2014 году, Палата предприниматель национально инициировала совместно с Министерством образования и науки. Проект дает свои плоды. Сейчас, например, бизнес он может принять себе на практику, как обычно, но уже на длительный срок, и он сам уже обучает и готовит тебе кадров. На примере, могу сказать, и на своем примере, и на другом, университет – это действительно большая кладезь, которая дает нам знания. Но когда мы выходим, мы выходим с дипломом, с красным дипломом, с синим, без разницы, мы выходим со знаниями, но у нас нет опыта. Та практика, которую стажировка проходит во время обучения, учебы – это очень краткосрочная. Ее не хватает для того, чтобы полностью осознать деятельность той работы, в которой он будет в будущем. И поэтому это дает возможность уже сейчас готовить себе кадры. И бизнес уже диктует условия, что ему не нужны люди, которые сегодня придут, завтра уйдут. Нужны люди, которые будут поднимать его идею, двигаться вместе с ним на одной волне. Донара, вот скажите, многие молодые специалисты, обучившись по госпрограммам, имеющие красные дипломы, хороший багаж знаний, которые бы они могли применить на практике во благо государства, собираются и уезжают жить, работать, учиться за границу. Вот на ваш взгляд, почему так происходит? Действительно, очень актуальный, хороший вопрос. Сейчас у нас все модно, выезжать за рубеж, учиться за рубежом. Это все, конечно, отлично. Я на своем примере могу сказать, что я училась за рубежом, я работала за рубежом. В таких крупных странах, городах, как Швейцария, Россия, Москва. Это все здорово. Но я думаю, что необходимо именно развивать внутренний патриотизм и создавать условия для своих, чтобы они даже если уехав, возвращались обратно. Воспитание такое должно быть, что именно внедрять вот эту систему, как духовный патриотизм, что мы должны вкладываться обратно. Даже если мы уедем, да, хорошо за рубежом, но дома лучше. Тем более, мы пока молодые, мы должны развивать свою экономику. Тем более, Казахстан – это одна из таких стран, у которых есть светлое будущее. И, конечно, молодежь, она свои инновации внедряет, возвращаясь обратно. И для них просто нужно создавать условия, команду хорошую, не подавлять их идеей. Конечно, это должны быть полезные идеи, что такие амбициозные. Но сейчас, например, я могу с гордостью сказать, что работая в палате, я работаю и в других организациях тоже, я получаю именно вдохновение на работу. Не просто это не материальное, это не карьерное, а именно то, что я делаю, то, что делает палата. Это очень сильная команда, в которой есть состав, который обучились за рубежом и приехали все обратно. То есть это настолько такой показательный именно внутренний состав команды, где каждый горой стоит друг за другом. И это помогает работать в дальнейшем. Мы как пример можем сказать, что да, учитесь за рубежом, набирайтесь опыта, но вкладывайте обратно в свою страну, в свой город. Вот только что вы сказали о том, что этим молодым специалистам здесь, возможно, не хватает условий. О каких именно условиях вы говорите? То есть какие должны быть условия? Я не говорю, что это должны быть заоблачные или их должны как-то отделять от других. Нет, просто нужно поддерживать их идеи. Обучаясь за рубежом или получив стажировку какую-то при помощи госпрограмм или самостоятельно уехавшие, возвращаясь, они пытаются найти себя и внедрить идеи, которые они получили, которые помогут бизнесу или другому любому предприятию. Условия должны быть просто дать им возможность проявить себя. Если в дальнейшем уже сам руководитель будет видеть, насколько способен и насколько раскрыт потенциал его сотрудника. Хорошо, Дана, расскажите, а вот каких специалистов сейчас все-таки не хватает? Какие наиболее востребованы? Сейчас есть три категории, которые мы сейчас изучаем. Это технические специальности, это рабочие специальности, это те специальности, которые будут востребованы в ближайшее время. Первая категория. Вторая категория – это, конечно, сфера IT. У нас все сейчас проходит на новый этап. IT идет впереди нас. Информационные технологии – это будущее, с которым столкновение неизбежно. И мы должны его развивать. И третья категория – это, конечно, HR. То есть это отдел кадров, то есть нужны менеджеры, которые будут готовить непосредственно в любой организации сильную команду. Которые будут обучать, переобучать, которые будут работать с каждым человеком. Не только по документальным моментам, но и работать с ним как с личностью. То есть возможность получения образования или дополнительного, как видеомотивации может быть, дополнительного обучения, тренинга корпоративного или уже непосредственно индивидуально с каждым. Вот эти три направления сейчас основные являются актуальными. И, насколько показывает исследование, будет востребовано в ближайшее время. Скажите, как Палата предпринимателей помогает сейчас найти кадры на предприятиях? Сейчас у нас, например, мы раскручиваем портал yengbeg.kizet, где работодатель и непосредственно работник может оставить, если, например, вы ищите специалиста, регистрируетесь. И вам будут уже отправлять свои отклики, резюме, люди, которые вас ищут, это первое. То есть мы информируем, информируем, помогаем именно при помощи алгоритма, то есть объясняем, как регистрироваться, как искать, это первое. Второе, Палата предпринимателей предоставляет возможность для работников, для бизнеса найти. Эта программа, конечно, был шаг. То есть мы являемся одними из информаторами данного проекта, где специалист может уехать за рубеж именно по картосрочным программам, как в виде стажировки. Абсолютно любые специальности. То есть есть, конечно, свои категории. То есть все расходы берет на себя программа. Также Палата предпринимателей сейчас запустила проект стажерства, где для бизнеса предприниматель может прийти и оставить заявку, например, на 10 человек или на 5 человек, которые нужны будут ему для поддержки его бизнеса. Например, это маркетологи или помощники, ассистенты. Этих людей мы находим при помощи, получается, онлайн-доступа, то есть кто захочет сам пройти стажировку. И, конечно, при помощи наших университетов и колледжей. У нас с ними договоренность, и студенты могут пройти и получить опыт в этих предприятиях. Для чего это делается? Например, как только мы все заканчиваем учебу, нам приходит выбор. То есть мы должны найти работу. Любой работодатель требует опыта. Его у молодого специалиста, конечно, нет. И эта программа стажерства помогает получить опыт и знания в той или иной области. И посмотреть себя, насколько он видит себя в данной области, в данной работе. Донара, а если говорить о более опытных кадрах, которые, например, отработали определенное время на предприятии, и вот по каким-то жизненным обстоятельствам оказались без работы. Вот для них есть ли какие-то программы по переобучению или по переквалификации? Ну, смотрите, в принципе, программ, которые, их очень много. Просто нужно знать, где их искать. Информация не доходит, как всегда, к сожалению. Например, если есть такая категория, которые, например, хотят вложить свои опыты, знания, которые они вот столько лет копили, обучали, да, то есть мы сейчас рассматриваем различные программы. То есть они могут быть руководителями и работать в какой-то группе, советовать, быть наставниками на предприятиях, да, то есть дополнительно. Конечно, это будет в зависимости от самих работодателей, будут оплачивать, или это будет на других возмездных услугах, конечно. То есть они могут проявить себя как специалисты, конечно же, еще долгое время. Донара, спасибо вам за такую интересную познавательную беседу. Очень много информации новой вы сегодня нам рассказали. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Ну, в первую очередь я бы хотела пожелать, чтобы каждый знал, то есть к чему стремиться, знал свою цель. И Палата предпринимателей, в свою очередь, готовы вас поддерживать как бизнес или как молодой специалист. Мы ждем вас, рады вам помочь. И мы сейчас находимся по новым адресу, бульвар Кунаева, 83, дробь 1. И, конечно же, в свою очередь я бы хотела пожелать, чтобы все ваши запланированные идеи избывались, реализовывались. Донар, еще раз огромное вам спасибо. У меня для вас небольшой презент на память о нашей встрече. Это газета Рабат. Читайте, выписывайте с удовольствием. Вам удачи, всего-всего самого наилучшего. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok